Ну что, друзья, поменяли радиатор, поменяли патрубки, короче, да, залили новый антифриз. И, прикиньте, самый прикол, что зимой вы будете на этой машине постоянно пузом похлее тереть. Поэтому пробить какой-то патрубок, оторвать, это всегда за милую душу зимой. Итак, занимаемся привычным для нас делом. Ищем поплавок. Смотрите, сколько ушло антифриза, смотрим. Доливаем, доливаем, доливаем. Пока не поднимется поплавочек. Смотрите-ка, многовато, я считаю. Представляете? Короче, полтора литра ушло. Вряд ли это, конечно, усушка-утруска. Усушка-утруска, удар и утечка. Скорее всего, это утечка. А если это утечка, то придется опять ехать к парням в динамику. Хотя вот здесь все сухо. Возле колеса опять все сухо вроде как. Никаких луж не обнаружено. Почему я думал, что это, возможно, усушка-утруска? Ну, потому что на улице погода поменялась. Вот, видите, дожди. И вот я подумал, что, может быть, система там расширилась и, не знаю, антифриз растекся по системе. Как только ночь настает, поссать меня черт зовет. А я соглашаюсь с ним, пойдем, говорю, поссым. А на утром жена орать, опять обоссал кровать. Что, давайте отъедем. И все-таки посмотрим следы утечки. А вдруг? Выехали. Следов утечки нет. Антифриз красный. Я думаю, было бы видно. И знаете, в чем еще проблема пузотерок? Вот даже сюда я забирался, то есть очиркал днищем. И так вот постоянно ты ездишь и по сугробам очиркаешь днищем. Боюсь, что ног и пробить. Каждый раз боюсь. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Итак, ребят, даю немного и под задницу. Смотрим. Отпусти касс, ты что, не русский что ли? Видите? На оборотах не дымит, не коптишь. Все нормально. На чек не обращаем, это БМВ. Как ты относишься вот к такой вот вещичке? Чек это не лампочка на приборке. Чек это талисман. Безутно можно быть первым. Помимо патрубков и антифризов, есть еще одна причина. Это пробитие ГБЦ. Повело крышку, прокладка прогорела и антифриз уходит в двигатель. Но если это произошло, ребята, это все. Гитлер капут. Гитлер капут. Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны. Гитлер капут. Хотя вроде не парит. И даже на скорости. Когда едешь, тоже не парит. Будем надеяться на лучшее. Опа! Моя хорошая. Все будет хорошо. Не переживай. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. Ну вот, отвечаю. У него сильнее паритет с трубой, понимаете? Я, конечно, не знаю, какие у него проблемы с машиной. Есть ли они вообще, но... Думаю, что у меня... Надеюсь, что у меня... Звучит, конечно, как будто бы я сам себя успокаиваю. Это же все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо. У меня вас все хорошо. Все, все, дурак. Опа! Доброе утро. Давайте глянем на поплавок. Не утекли антифриз за ночь никуда. Как вы понимаете, слить его физически не могли. А вот утечь. Поплавок. В верхнем положении. Сами видите, да? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Сегодня ездить относительно много надо будет. Запоминаем пробег. Попозже посмотрим опять на поплавок. Уходит антифриз, не уходит. При этом, отметьте, вчера были лужи, жестовая температура, сейчас все в снегу, холодно. Мы сказали, что шапка надо надеть, вот, и еще печатать. Но все равно голодно, блядь. Это была очень большая ошибка, приехать в Россию. Что за странно? Володника, что ли? Вот она наша красотка. После длительной поездки стояла несколько дней, вся в снегу. Полезли смотреть антифриз. Так, скресили пальчики. А лучше прям молимся усердно за то, чтобы он там был. Смотрите, ушел, но немножечко совсем. Плавок еще пока наверху. Вот, видите? Ездить вроде как можно. Затих. Сейчас, подождите секундочку. Вы знаете, что там происходит? Коля! Ну-ну-ну! Коля! Ты же воспитанный мальчик! Коля! А еще иногда бьет меня ножками, вот так и достает до меня. Так и живем. Вот что, будешь делать или не будешь? Будешь? Обещаешь? Точно? Давай, можно в руку? На улице опять лютый минус. Очень холодно, ребят. Пусть падает, падает на плечо. Ага. Пусть падает, падает на плечо. это понятно у нас все нормально наша привычная процедура поплавок ну уж совсем опустился хотя бачок на приборке не горит вы сами увидели ночь была очень морозная я думаю антифрис уходит смотрите как обледенела честно говоря я даже не знаю вы сейчас дверь открыть или нет корка льда а еще дверная личинка замерзла а у меня сигнализация не работает это жесть все короче никуда не а нет не так страшно черт как его молю теперь дергаем ласточка открылась слава богу несмотря на обледенение на улице так уж и холодно поэтому я думаю запустится легко что пожалуйста видели только что опять бачок горит и все надо выяснить не открывается не открывается сижу то в таком ледяном замке буду ждать когда-то греется вот так вот смотрите класс мы в ледяной ловушке не опускается стекло как приколы показывают все что опускают стекло и там второе нет у нас так не сработало вот вручную как тебе ледяная ловушка лед съел нашу машинку что нами сегодня пожар без перчаток все Сейчас все в серую петлороску, все пальцы. Бикольно, как будто реально пустит стекла. Такого матового стекла. Ты ставишь шах и маты даже и не знаешь, что наш сын не любит. Мы считаем, что мы успеем по твоим делам колюй. Твостер пока чистит. А у тебя еще не почищено, у тебя еще матовый мед. Ну, в принципе, можно попробовать ехать. Куда? О, смотри! Снимай. Твоя голова помешала. Ну, ладно. Ну, вон там снимай. Вон там. Сейчас. Давай. Не, здесь уже проще, да. Ну, ладно. Главное, что оставили, и все. Колян, готов к поездке? Да, быстрее. Да, быстрее. Все мы опаздываем. Мастер парковки, ребят, смотрите. Колеса задние, даже асфальта не задевают. О чем люди думают, когда так паркуется? Я в шопе. Смотрите, мы домой возвращаемся. А этот дурачок все не может съехать, он колесо болтается. Я-а-а-а-а-а! Я-а-а-а-а! Я-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ё-мо-ё! Помогите! Помогите кто-нибудь! Пришел помочь. А бедолага уже отчаялся. Закрыл машину и ушел. о чем он думал как вы думаете ваше предположение пишите свои мысли в комментарии тут вообще колесо не цепляется тут вот она зарылась и соответственно на однище висит макс белый космос смотрите что я вам сейчас покажу сейчас 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 мужичок красный антифриз подливает пойти что ли попросить литрушечку здравствуй подруга поехали в сервис давно не виделись что друзья давайте отъедем выйдем и посмотрим следы от антифриза сомневаюсь конечно они есть вроде бы нет смотрите чекушка вот чья то валяется антифриза нет хлеб молоко соль зверюга зверюга почему ты не едешь все едешь но есть нюансы нет ничего печальнее чем зверь заперты в клетке вот друзья пробег запомнили едем с вами сервис вот и давайте наверное опять сыграем 100 рублионера угадайте какая на этот раз причина утечки антифриза радиатор заменен патрубки заменены стоит новый датчик стоит новое дополнительное по охлаждения и так варианты вариант номер один течет радиатор отопителя печки грубо говоря находится он под торпедой никогда не поймешь что происходит он тупо течет под коврик в проводку антифриза уходит это надо опять-таки скрывать торпеду смотреть из признаков потеют стекла но меня не потеют потому что я обычно обгубь включаю на стекла вот даже вот сейчас я вам покажу видите поэтому могут и не потеть второе легкий запах антифриза в салоне вот я вам скажу что пару раз может это паранойя может быть действительно ловился на мысли что я почувствовал этот запах вот вскрытие как говорится пока второй вариант сливная пробка она здесь одноразовая и как-то у меня были с ней проблемы даже есть ролик на канале вот это я ездил в автостарт вот ребятам они выкрутили говорят ну кирлик короче пробки надо новую ставить возможно ну возможно третья причина вот какая может быть тут третья причина третья причина самая страшная не дай бог конечно прогорела прокладка вот прогорела прокладка и антифриз уходит в двигатель молюсь надеюсь что это все-таки не произошло что прокладка не прогорела ну и четвертое давайте знаете что четвертая у нас будет причина машине нравится что ее снимают и что она герой канала она набирает кстати неплохо просмотры реакцию вашу хорошую поэтому она просто тупо создает мне вот такие проблемы ради контента пускай будет так все подписывайтесь кстати на канал ты еще не подписался особенно владеть BMW E90 здесь вы как поняли про нее часто все всех обнял едем в динамику мне казалось я слышал что меня зовут на заре голоса зовут меня на заре голоса зовут меня а возможно опять таки эта погода повлияла тепло-холодно тепло-холодно короче вот они булки расслабили хотя вы знаете я так подумал что слышали это жесть это я вот сейчас днищин так процарапал обалдеть ладно друзья давайте чтобы без приключений завтра с вами пообщаемся зима в сердце на душе в юго знаю я что можем мы друг без друга зима в сердце на душе в юго ты понимаешь что мы друг от друга далеко а а а а итак друзья вот сейчас можем с вами спокойно а главное в безопасности пообщаться предостерегаю вас не отвлекайтесь никогда от дороги может все очень плохо и печально закончится признавайтесь кто из вас и какой пункт в игре кто хочет стать 100 рубленером выбрал какой из четырех забегая вперед сразу скажу четвертый пункт максимально близок это не радиатор печки это не прокладка гбц и даже не в патрубках тут дело а в хомутах которые эти патрубки скрепляют из-за перепада температур они как я говорил ранее расслабили булочки и когда машина нагревалась и антифриз начинал циркулирует по системе антифриз уходил вытекал как угодно короче по чуть-чуть то есть там если бы патрубок вообще срывало понятно она бы вытекла полностью а тут по чуть-чуть по ложечке по чайной но уходил ребят это устранили там за несколько часов сейчас вы начнете негодовать жена нахера тогда ты вообще это видео выкладываешь ничего же криминального ну подумаешь хомуты ты вообще мог сервис не ехать залезть под капот и подтянуть их ребят я выкладываю такие видео во первых для хронологии событий то есть для того чтобы вы и я фиксировали все что происходит с этой машиной каждую мелочь каждую поломку я фиксирую часто указываю на пробег что запомните поломка произошла вот при таком пробеге следующая вот при таком короче хронология событий на будущее плюс но вот случилось случилось и грубо говоря вы владельцы бмв е90 и не только когда у вас произойдет то же самое чтобы вы не бились в истерике а смотрели опять-таки мою хронологию событий с этой бмв и и исключали каждый пункт по очереди радиатор ну значит радиатор а патрубки ну патрубки хомуты до смешного да ну и такое тоже возможно поэтому если ты владеешь бмв е90 подпишись на канал в этот раз поездка мне обошлась в автосервис динамика 0 рублей 0 копеек ничего с меня не взяли кроме того они продиагностировали автомобиль вот и выявились такие неприятные вещи но чек горит вы видели это у нас датчик лямбда зонда он уже заказан при следующем посещении мне вопросы заменят и о печальном течет рулевая рейка так что так же я чувствую будет еще серия про рулевую рейку про ее замену либо ее ремонт если кстати кто-то из вас этим занимается и хотите ролик на канале на моем на эту тему пожалуйста обращайтесь пишите с удовольствием с вами посотрудничаем все подписывайтесь на канал ставьте лайк дизлайк пишите комментарии вот хотите давайте поспорим если вы чем-то не согласны я на все комментарии практически отвечаю удачи любви понимания еще увидимся я надеюсь пока как пил цой следи за собой будь осторожен а мы будем следить нашем случае за антифризом вот так закрываем сегодня надо будет есть очень много смотрим на пробег запоминаем и будем следить следи за собой Будь осторожен Следи за собой Следи за собой Будь осторожен Следи за собой Луги народа Что это у нас? Аурус и нас ЕКХ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следи за собой Следи за собой Субтитры создавал DimaTorzok